В принципе, я могу и не обращать внимания на весь тот кринч, что творится в России. Но у меня нет такого принципа, а потому ловите очередную порцию гениальных решений наших руководителей, которые почему-то забыли, что вообще-то они слуги народа, и хвост собакой обычно не виляет. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Реальная журналистика» и «Ермак Медиа». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Кому должна, я всем прощаю. Из-за невозможности вылезти из долговой ямы в Роснано отважились на радикальный шаг. Госкомпания попросила своих кредиторов признать недействительными подписанные с ней кредитные договоры. Причем в претензиях, направленных банком, Роснано предлагает решить этот вопрос в досудебном порядке. Ну, типа, либо вы нам по-хорошему расторгаете договор, и мы вам ничего не должны, либо мы опрокинем вас в суде, и мы снова вам ничего не должны. Поводом для подобного бесцеремонного поступка стала уверенность госкомпании в том, что банки решили нажиться на бедном кредитоплательщике дважды. Ну, потому что, во-первых, установили высокие процентные ставки, и типа, как посмели. А во-вторых, долг Роснано, который сегодня составляет почти 55 миллиардов рублей, находится под госгарантией. То есть, в любом случае, будет погашен за счет государства. Вот тут-то последователи Чубайса и возбудились. А почему это банки, не неся никакого существенного риска, выдали государственным детям такой дорогой кредит? Ну да, ну да, надо же как-то оправдать вбуханное в ничто огромное количество денег. Вы, друзья, хоть одну нанотехнологию, изобретенную в России, знаете? Желательно назвать ту, на которую и ушли эти 55 миллиардов долговых обязательств. А между тем, юристы утверждают, что подобные вопросы в досудебном порядке не разрешаются. Да и в суде, по мнению издания РБК, госкорпорация потеряет больше, чем приобретет. В частности, это может коснуться имиджа всех государственных компаний. Потому как все сегодняшние действия Роснано попахивают ничем иным, как давлением на своих кредиторов. Ну, договор-то ведь они подписали и проценты с телом кредита выплачивали, тем самым подтверждая свое согласие с условиями подписанного документа. А то, что банк не нес существенных рисков, так это, извините, вообще не ваше дело. Он и не обязан был работать в ущерб себе, лишь бы угодить вам, государственным изобретателям. Вы нам лучше другое поведайте. А где деньги, Зин? Куда ушли? На что потрачены? Или это как в фильме Гайдая, легким движением руки заемные, то есть чужие деньги превращаются в свои, то есть личные яхты, заводы и пароходы. У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. Это значит, что у нас есть вторая премия, помимо первой. Так кто бы сомневался, что лично у вас, Анатолий Борисович, в этой жизни все получилось. Просто теперь стало понятно, куда ушли остальные деньги, которые, видимо, не влезли на ваши счета в банках. Вы раздали их в качестве премии своим сотрудникам. Миленько. А отдавать за вас долги теперь должны россияне? Повышением налогов, например? Или нет? У нас же теперь новая фишка – штрафы. За отсутствие маски. Вангуй, что сейчас большинство из вас задались вопросом, как написать подобную претензию и в свой банк. Огорчу. Никак. Никак и ничем вам это не поможет. Ну потому что мы с вами берем кредиты под машины, квартиры и другие материальные ценности. Так что в случае невозврата долга у нас есть что изъять. А российские олигархи, они намного умнее, берут миллиардами, заручаются поддержкой государства, ничего не производят, на себя ничего не записывают. И неплохо так живут по принципу долг один, а россиян много, как-нибудь рассчитаются. Вот остается нам, простым русским ребятам, только внять совет у Дмитрия Медведева и своим кредиторам отправить письмо с одной единственной фразой. Денег нет, но вы держитесь. Пришел мужик к успеху. На этой неделе на всю Россию прославился никому неизвестный ранее судья из Симферополя. 62-летний Юрий Гулевич, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил проверить крепость. Но не выпитого алкоголя, а кузова, припаркованного у обочины немца. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС предложили дебоширу пройти медосвидетельствование, от которого судья отказался. А после попытался оказать сопротивление, размахивая перед лицами полицейских корочками и угрожая им своими профессиональными связями. Ну вот теперь все встало на свои места. И ответ на вопрос о суде и кто напрашивается сам собой. Хотя справедливости ради замечу, тот факт, что некто по фамилии Гулевич размахивал корками, еще не дает основания полагать, что он действительно судья. По крайней мере официальной информации об этом на момент записи программы не было. Поэтому вполне логично и оправдано так называемое бездействие полицейских. Их толкают, кроют матом, а они стоят на своем. Ну просто они знают, что такое судейский иммунитет и огребать там, где потом не унесешь, не очень-то хочется. Но, друзья, давайте на этом примере попробуем поиграть в объективность. Ну кто? Кто из вас не согласен, что в данном конкретном случае система укусила себя сама? Мы не знаем, как повели бы себя ребята в форме, если бы судья вместо своих понтов предложил бы им денег, например. Мы не знаем, понимают ли полицейские, что именно такую Россию в лице этого судьи они как силовики охраняют от нас. И понимают ли, что когда мы с вами опустим руки и сдадимся, об этих молодых мальчиков система просто вытрет ноги. Потому что они не что иное, как оружие в руках государства. Я бы сказала, даже инструмент. И когда этот молоток сломается, его за бесполезностью утилизируют. А по поводу развития событий полагаю, что никакого объективного расследования не последует. В лучшем случае завтра мы узнаем, что в день ДТП судья был уволен и отмечал свое освобождение от должности покатушками по городу. В худшем ДПСники будут признаны провокаторами, которые довели мужичка до инсульта. Вот типа у него язык-то и заплетался. Ну и впоследствии, конечно, уволены за превышение должностных полномочий. Вот прямо интересно, какой же путь возбудит Бастрыкина сильнее и насколько оперативно. Ведь помнится к моменту, когда глава СК решил возбудиться против всем известной Хахалевой, она тут же покинула Россию, променяв ее на дружественный Ереван. Ну потому что резвее надо быть Александр Иванович. А теперь что? Плакали ваши 14 лет лишения свободы, да и наши миллион двести, которые мы заплатили Хахалевой за ее прогулы. Это я еще не говорю о том, что неплохо было бы выяснить, где судья взяла два миллиона долларов на свадьбу дочери. Ну, похоже, рука руку помыла и на этом успокоилась. Не Россия, а паноптикум какой-то. А между тем, начальник МВД Колокольцев на этой неделе утвердил порядок вскрытия машин и квартир россиян. Теперь стало окончательно ясно, чтобы наследить в вашем личном имуществе полицейским, достаточно сказать, это была проверка сообщения об угрозе теракта. А что будет, если такое сообщение не найдет своего подтверждения? Полицейские, извиняясь и откланиваясь, починят дверь и возместят моральный вред собственнику имущества? Или хотите вы того или нет, но если уж полицейские проникли, то сообщение точно подтвердится. Я просто, честно говоря, даже не представляю, как в таких случаях потом оправдываться собственнику имущества. Жил себе мужик, горя не знал, но однажды сделал замечание прибухнувшему соседу полицейскому, а тот на следующий день вскрыл его квартиру и типа обнаружил у него боеприпасы. Да даже не боеприпасы, а маленький пакет с неизвестным белым порошком. И поехал сосед на казенный щи лет на 10, причем ни за что. Но это я вам еще главное не рассказала. После проникновения в вашу собственность уведомить вас об этом, полицейские будут обязаны в первые 24 часа по любому виду связи. Особенно мне понравилась почта. Наша почта России. То есть вы такой в командировке сидите и беды не чуете, а там вашу квартиру уже и вскрыли, и уведомления по почте отправили, которая мало того, что придет через неделю, так еще и на тот же адрес, по которому вас нет. Это гениально, друзья. То есть к моменту, когда вы вернетесь домой, в лучшем случае вы не найдете ни денег, ни дивана, в котором они были спрятаны. В худшем встретите там 40 человек новых жильцов из Средней Азии. Конечно, полицейский типа обязан предпринять все меры для охраны поврежденного имущества. Но я плохо представляю это в действии. Ну, допустим, вскрыл он машину. Запрещенных средств там не оказалось. Что дальше? Ведь такие действия, как вставить обратно окно или починить вскрытый замок, особенно в какой-нибудь дорогой иномарке, потребуют от силовика доставку авто в специализированный центр. А это уже совсем другая история с перемещением чужого имущества. Так что тут варианта два. Либо во вскрытой машине действительно что-то найдут и ущерб будет покрывать государство, либо все равно что-нибудь найдут, потому что оплачивать порчу имущества из своего кармана страж порядка вряд ли захочет. А с учетом последних новостей, когда на Кубани полицейские предложили мужичку патроны и прикрыли его за незаконный оборот оружия, а в Екатеринбурге то же самое, но с наркотиками делал другой оперуполномоченный, вер в справедливость уже не осталось. Но, граждане, в форме точка невозврата еще не пройдена. Если вы сумеете прибраться в своей голове и использовать свое служебное положение исключительно в разумных пределах, действуя исключительно в правовом поле, то, возможно, мы с вами и подружимся. Если вас не устраивает жизнь в России, потерпите еще немного и она закончится, потому как лучшей вы все равно не дождетесь. Помните, в одной из прошлых программ я рассказывала вам о мужчине, который пять лет подряд закладывал ямы на проезжей части своего города? Но это не понравилось администрации, и они напомнили ему про статью 12.33 кодекса об административных правонарушениях и о штрафе в 10 тысяч рублей, если горожанин не прекратит повреждение дорог общего пользования. То есть ямы, по мнению местной администрации, это элементы дорожного покрытия, а готовый кусок асфальта, которым они ремонтировались, это, со слов чиновников, загрязнение дороги посторонними предметами. Похожая история на этой неделе произошла в Башкирии. Там, в Калининском районе, все село погрузилось во тьму. На просьбы жителей осветить им путь администрация не реагировала. Тогда предприимчивые граждане скинулись кто чем может на новые фонари. Скинулись, установили, радовались хотя бы свету. Потому что вторая проблема подачи воды в населенный пункт не решается властями уже около 10 лет. Подрядчик обанкротился, а нового ждут с 2011 года. Но, почуяв неладное, администрация вдруг поняла, что жалобы жителей прекратились не просто так. И кажется, живи да радуйся, с тебя никто ничего не просит. Но нет. Чиновники проехались по освещенному участку дороги и решили, что свет жители еще не заслужили. Много лет мы просим освещения на наших улицах, но видим только обещания, в которых меняются даты и года. Также жители закупили сами фонари и сделали освещение небольшое на своих улицах. Так как у нас много детей, им нужно ходить на остановку, чтобы ездить в школы, техникумы. И в первую очередь мы думаем о них. Но недавно и этого освещения нас лишили. Как объяснили нам, установка незаконна. На балансе они не стоят и их отрезали от электролинии. Друзья, ну вы губу-то закатаете, вам и свет, и воду подавайте. Может, вам еще и дороги положить. Впрочем, после огласки проблемы администрация переложила свою ответственность на энергетиков. Типа отрубили они к ним и все вопросы. Не, ну а че? Неужели вы хотели, чтобы чиновники решали проблемы освещения? Дуйте сами, договаривайтесь сами, платите сами. Только я вот не понимаю, а нафига тогда нам главы и вообще административный центр, если мы все можем сами? Да у нас даже стены домов и те сами падают. Хотя, наверное, прав Володин, говоря, что все, что он делает, это наш выбор. Мы позволяем, он делает. Это как правило, которое действует по части детей и из закона. Все, что прямо не запрещено, разрешено. И кто-то этим пользуется. Мы же не во Франции, и, как говорит пропаганда, не хотим, как во Франции. Это там, если ты чем-то недоволен, то блокируешь улицу и заливаешь свою администрацию и полицию тоннами навоза. У нас все гораздо лояльнее. Если тебя что-то не устраивает, можешь молча материться или шепотом возмущаться. А с некоторых пор опасным стало даже комментировать некоторые видео. Но вы у меня не такие, я точно знаю, что плевать вы хотели на все антинародные законы и преступные действия. Остальные законы настоятельно советую соблюдать. Особенно те, что касаются вашей безопасности. Ну а у меня на этом все, друзья. Увидимся уже совсем скоро. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok